Мебель для кухни С какого материала должна быть мебель? У меня в одном вопросе аж 4 Начнем с первого Маленькие кухни Как выбирать мебель для маленьких кухней? Если маленькие кухни, желательно Если говорить о цветовом решении Лучше выбирать светлые тона Потому что в темных помещениях Точнее в маленьких помещениях Темная мебель Седает очень много пространства Зрительно А светлая кухня в этом отношении Увеличивает объем внутреннего пространства Это первый момент Второй момент по поводу Зонирования рабочей зоны И зоны отдыха В моем понимании это немножко разные вещи Если вам нужно Кухню получить Не для того, чтобы отдыхать А кухню для того, чтобы готовить Рабочее пространство Расстояние от варочной поверхности До мойки Должно быть чуть побольше Для того, чтобы вы могли что-то готовить Самая такая зона, где именно готовка происходит Про рабочий процесс здесь происходит Да Если говорить о зонах отдыха В таких помещениях лучше Их минимизировать Или вообще вынести Либо, да, вообще вынести Там на кухне В таких маленьких помещениях Должна быть Зона для готовки Там для хранения и так далее Да И зона обеденная Все То есть больше туда ничего особо Ставить и не стоит Потому что Вы Скрадете очень много места Там поставить диван там угловой Допустим Да Поставить туда еще стол Там да Вам нужно будет протиснуться В это помещение Для того, чтобы Чтобы готовить Да Для того, чтобы готовить Или находиться там Так что в этом отношении А из чего из МДФ Сейчас я еще Вот к маленьким кухням На самом деле Очень много вопросов У людей возникает Касаемо именно Конкретно маленьких кухонь Вот Дорогие наши Так сказать Зрители Вот чем больше вопросов В комментариях Где-то нам зададите Да Тем больше мы Ответим на них Почему? Потому что Вот сколько я посмотрел Вопросы про маленькие кухни Они вроде как бы Все с одной стороны Однотипные То есть как выбрать кухню Там для маленькой кухни Да Мебели Для маленькой кухни Но в то же самое время У всех разные ситуации У всех разные ситуации Да Вот Марат Есть ли примеры Где Скажем так Приобреталась Монтировалась кухня Вот именно Для какой-нибудь там Нашей там Стандартной Хрущевской Кухни Там Пять с половиной Шесть квадратных метров Еще раз Есть ли примеры Чего? Есть Ну вот Ты монтировал Да Чтобы совместить Приятным с полезным То есть Таких примеров Очень много На самом деле Сейчас все компании Которые работают Под заказ Они делают Кухни И маленькие И большие Специально под хрущевки Безусловно То есть Как там сочетается Вот эта рабочая зона И отдых У нас же в принципе Квартирки небольшие Да Там Рабочая зона Вот именно для готовки Да Там уменьшается К сожалению За счет того Что помещение маленькое Там нужно вместить Холодильник Еще как правило Отдельно стоящий Да Мойку Варочную поверхность Там еще Многие люди Хотят посудомойку Вот сейчас Вот последнее время Пошла Вот тенденция Посудомоек Хотят еще поставить Туда стиральную машину Да Но когда мы Вот эти все приборы Ставим Да Должны люди понимать Что у нас Пропадает Зона хранения Как таковая Зона хранения Что я имею ввиду Да То есть у нас Пропадают Модули С ящиками Как таковыми Да Для хранения Элементарных вещей Ложек Вилок Да То есть не остается места Вообще не остается То есть в этом отношении Надо что-то убирать Там Я не знаю Чем-то жертвовать Да Либо посудомойкой Либо стиральной машины Чаще всего Жертвуют Посудомойкой Да Чем стиральной машиной Но тем не менее То есть зона хранения В таких Именно по нижней секции Имею ввиду Да По нижним ряду Мебели Она уменьшается Но в то же время Верхние шкафы Их используют Максимально загруженным То есть ставят Высокие шкафы Для того чтобы Там можно было хранить Там Зона хранения Еще выше Там Не делают Как правило Карниза Если это классика Для того чтобы Максимально высокий шкаф Поставить Вот В этом отношении Опять я повторюсь Что Проблемы у хрущевок Они решаемы То есть они решаемы Не в Не в примере Одной какой-то компании А это Весь рынок Который работает Сегодня на кухонном Сегменте То есть как мы говорили То есть в зависимости От ситуации От Пожеланий Этажности Пожеланий То есть от размеров В любом случае Там можно что-то такое Найти какое-то решение Оптимальное Да Хорошо А мы идем дальше У нас был вопрос Связанный В квартире сыра Да Из какого материала Должна быть мебель Вот если в принципе В квартире сыра Принципиальный вопрос Да Сырость в квартире Два материала Я могу Порекомендовать Как за пример Взять их Это МДФ Эмаль Больше чем пластик Есть пластиковый МДФ То есть покрытый пластиком Да МДФ Есть эмаль Я бы рекомендовал Эмаль Так как она Более Ну там Устойчива К К сырости К лаги Там и так далее А второй материал Для фасадов Я бы рекомендовал Это Акрил Это я уже говорил ранее Да Вот по поводу акрила Он вообще Как таковый не боится Ни влаги Ничего Его можно в воду окунать Там Поставить на неделю На два На месяц Там на год Там с ним ничего не будет То есть Вот эти два материала Могу порекомендовать Больше К сожалению У меня так вот На ум Ничего не приходит Ну то есть Это вот те материалы Которые Скажем так Не боятся Там влажности Сырости Их можно МДФ Боится как таковых Да Но он в меньшей степени Чем ДСП И дерево Да Значительно В меньшей степени Боится А акрил Вообще не боится Влаги Он боится Вот именно Сильных температурных Перепадов Там Там С плюс Ну плюс 30 Плюс Ну допустим Плюс 80 Он боится Там да Зажигалкой Не стоит проверять Вот это так Понятно Следующий вопрос У нас Вот какой Я сразу Хочу предупредить У нас Вопросы Маленьких Кухонь Будут Достаточно Часто Они могут Быть разные Они могут Быть даже Повторяющиеся Поэтому Те вопросы Которые люди Спрашивают Мы соответственно Как сказать Их и цитируем Какую мебель Лучше приобрести В кухню Маленького размера Размер моей кухни 6 метров Ремонт подошел К концу Стал вопрос Приобретения Мебели для кухни Вот и хочу Спросить У знающих людей Каких принципов Надо придерживаться При выборе Мебели Для маленькой кухни Вот еще раз Марат Буквально Там раз Два Три Просто повторю Вот эти принципы Выбора Кухни Для кухни Маленького размера Первое Это Принципиально Это Цветовое решение Должно быть То есть Более светлым Это первый момент Второй момент Не ставить Либо попытаться Минимизировать Зону отдыха То есть Не надо уголки Ставить Там и так далее Да Бытовую технику Использовать Желательно Поменьше То есть Имеется ввиду Дополнительная Посудомойка Там и так далее Да Вот это Самые основные Принципы Которые есть То есть Больше таких Этот вопрос Можно растягивать Но это Самые основные Вещи Вот когда Мне задают Вопрос У меня Маленькая Кухня Там 6 квадратных Метров 7 квадратных Метров Я в принципе Понимаю О чем Речь Но Я хочу Чтобы наши Слушатели Тоже Понимали О чем Они говорят То есть В моем понимании Когда Что такое 7 квадратных Метров Или 6 квадратных Метров Это может быть Квадратик А может быть Прямоугольный Может быть Там я не знаю Еще как Еще как Нибудь То есть В этом отношении Не надо писать Квадратуру Лучше написать По стенам Вот у меня Одна стена Три на два Два на полтора Два на метр пять И так далее Это будет Мне значительно Понятнее То есть Тебе как специалисту Будет сразу понятно О чем мы говорим О чем речь идет Чем у меня Я же говорю Что эти 7 квадратных Метров Могут быть Прямоугольными То есть Вытянутыми Кухня может быть Может быть Она квадратная Может быть Еще как Может быть Эркерная Сторона Еще То есть В этом отношении Мне нужно Расстояние Именно Где будет стоять Мебель Два на метр И так далее То есть В этом отношении У нас вопросов Очень много Именно Кто задает Квадратную В квадратных Метрах То есть Мне это Не совсем Понятно Дорогие Слушатели Наши Зрители Вы когда Называете Квадратуру То есть Вы учитываете Вот этот момент То есть Расстояние По стене Где будет стоять Мебель То есть Специалисты Всегда будет Более понятнее О чем вы говорите Хорошо А мы Идем Тогда дальше Нам предлагают Сделать карго Стоит ли Мы в целях Экономии Решили Карго Сделать не Хромированным А эмалированным А вот Сушелка Будет хромированной Что такое Карго Да И почему Не хромированная А эмалированная Ну по поводу Того что Вот это Механизма Карго Да Скорее всего Речь идет О бутылочнице Выдвижная Секция Вот Ну с целях Экономии Взяли Эмалированную Ну по сути Вы себе Медвежью услугу Оказали Этого не стоит Делать Потому что Эмаль Со временем Отойдет То есть Она будет Царапаться Там и так далее То есть Механизм Там бегает По полозям Да Когда вы Выдвигаете В любом случае Будет касаться Направляющих И По истечению Времени А если попадет Туда еще Влага На металл Уже непосредственно Она будет ржаветь В этом отношении Я бы вам Советовал Все таки Не хромированную А нержавеющую сталь Вот тут Это очень важное Понятие На самом деле Хромированная Или нержавеющая сталь Да Хромированная Это тот же самый Металл Покрытый хромом Соответственно Его защитный слой Он минимальный Понятно Нержавеющая сталь Он целиком Из металла Да Нержавеющая сталь То есть В этом отношении Лучше взять Нержавеющую сталь Да Разориться на этом Механизме Да Если он вам нужен То есть Зачастую бывает Что он совсем не нужен То есть Это Менеджер Ну там Грубо говоря Понятно Навязал Да Навязал Там дополнительно Так что В этом отношении Лучше все таки Механизмы Брать нержавеющую сталь И Механизм На котором Вы сэкономили Лучше заменить Либо Если вы уже купили Соответственно Замените вы его В любом случае Хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok